У меня есть еще несколько слов добавить. И вот эта вот добавка, о которой я расскажу, это будет от Евангелия из Матфея. Но хочу прежде что-то напомнить. Пастор из Японии, когда проповедовал, говорил, у нас есть призвание. Игорь тоже немного говорил о призвании, которое было у Ноя. И я когда готовил свою проповедь, я ни с кем с ними не разговаривал до этого, но хочу говорить о том же самом. И Дух Святой, Он говорит нам сегодня о призвании. Поэтому, когда мы разойдемся и даже, может быть, забудем обо всем, что мы тут слышали, попытайтесь запомнить вот это вот слово призвание. Какое призвание есть у меня? Это не трудно. Скажите, призвание. Призвание. И подумайте дома об этом. Некоторые думают, вот, мне уже больше, чем 25. И я уже все свое призвание исполнил. Это все ерунда. Посмотрите, какого возраста был Ноах, Ной, и вы поймете. Итак, мы читаем из Евангелия от Матфея, 3 глава. То есть я хочу дать короткую мысль, и мы закончим. Посмотрите в своих Библиях. С 1 по 3 стих. В те дни приходит Йоханнан Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. Мы должны понять, что тот период времени, который был в Израиле, он был особенным. То есть это было время опустошения. То есть со времен Малахии до того времени, когда пришел, родился Иешуа, не было никакого пророка. Не было никакого пророка, который мог бы прийти и сказать живое слово. Люди изучали Писание. Много их толковали, записывали. И можно в истории найти очень много вещей о втором храме. Но вот этого живого слова его не было в тот период времени. И вот Йоанн, Йоханнан, он приходит и что-то провозглашает. И каким-то образом он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. И в другом месте там написано, что приходит к Йоанну и спрашивает его, кто ты вообще, почему ты все это делаешь? И он также отвечает, я глаз вопиющего в пустыне. Он просто берет и цитирует те стихи, которые были написаны у пророка. Он говорит, это было написано обо мне. Представьте, сегодня кто-то бы пришел, вышел на сцену. И он сказал, вот я тот, о котором написано было в Писаниях много, сто лет назад. Мы бы все, наверное, подумали, как минимум, он, наверное, сумасшедший. Представьте просто, человек выходит на сцену и провозглашает о себе, я тот, о котором было написано. 24 года назад примерно я видел здесь в Израиле, один человек так поступил. Это просто многие смеялись над ним. Позор это был большой. Но Йоханан, он выходит и говорит, я тот, о котором было написано. То есть в те времена это было все возможным. То есть Моисей, Моисей, он получает прямое указание от Бога. Царь Давид получает помазание от Самуила, от Шмуэля. Кир также был помазанным, про него написано в Писаниях. Он был там царем, это в Вавилоне, но здесь вдруг мы читаем в Писаниях про нем, что Бог говорит, он помазанный мой. И таким же образом Йоханан, он получает откровение о себе, Йоанн. То же самое написано Йошуа. Если вы помните, был голос небес, и он сказал, вот, сын мой, а что же с нами? получаем ли мы какое-то откровение о нашем призвании? То есть, с одной стороны, я очень рад, что нет сегодня такого человека, который может заявить, что вот, обо мне написано. то есть, закончился тот период времени, когда были великие люди. То есть, я лично, я рад этому. Если кто-то сегодня может заявить и сказать, вот, вот он я, то есть, это либо будет какой-то диктатор, или сумасшедший, или что-то с ним не в порядке в любом случае. Но, несмотря на это, есть призвание. Есть призвание всему поколению. Есть призвание определенным группам что-то делать сегодня. И по тому же принципу, которым пользовался Иоанн. То есть, тогда не было пророчества. Но он приходит как пророк. Что же отсутствует сегодня в нашем мире? Что отсутствует сегодня в мире, что мы должны просить у Бога, чтобы Он показал нам наше призвание? Я хочу выделить несколько пунктов. Первый пункт. Я уверен, что в особенности сегодня нужны такие люди, которые бы делали примирение. Потому что весь мир сошел с ума. Сегодня взять, отрезать кому-то голову очень легко. Раньше это делали где-то в потаенных местах. А сегодня стоят и фотографируют и высылают это все. То есть, люди просто стали сумасшедшими. Но в Нагорной проповеди Иешуа Он говорит блаженны, которые совершают мир. Миротворцы. Но может быть мы много фильмов насмотрели с голливудских. И когда мы вот видим войну, это что-то, что зажигает нас. Сегодня отсутствуют миротворцы. И мы, люди, которые верим в Бога, у которых есть дух от Иешуа, мы должны просто просить у Бога, чтобы Он нас сделал миротворцами. Может быть, тебе не надо будет далеко идти, но где-то твое доброе и правильное слово в определенном месте или твоя правильная молитва или иногда что-то послать даже в Фейсбуке, какой-то пост сделать. Может что-то совершить. Что еще сегодня отсутствует? Отсутствуют те люди, которые искали бы Бога. то есть все стали материалистами. Даже верующие хотят только денег, денег, денег. Даже теология, которые преподают, все о деньгах. То, что Игорь сегодня рассказывал, что наша жизнь это всего лишь маленькая черта между рождением и смертью. И мы не можем все время делать упор на деньги. Но если ты ищешь Господа, то это призвание к нам, призвание к нашему поколению. Что еще? возможность услышать голос Святого Духа. У нас наш мир, он очень сильно наполнен разной информацией. Но в Писании написано, что мудрость мира, она возрастет. и даже весь мир наполнится мудростью или знанием точнее. Но это не та мудрость, которую Бог желает дать нам. Но обычно у нас нет времени, мы заняты все. Мы даже не разговариваем друг другом, только посылаем по телефону. нам нужно время, чтобы сосредоточиться на Господе и искать и слышать Его голос. Что еще не хватает? Милости. Я иногда смотрю по телевизору и там говорят нельзя, нельзя резать животных. Или нужно защищать собак. Или кошек. У меня двое кошек дома. Я люблю кошек. Но что по сравнению кошка по сравнению с человеком? иногда иногда ты сидишь гладишь своего котика и кричишь убейте его убейте. Где же та милость которая нужна нам? мы должны просить у господа сотвори во мне правильное сердце. Есть очень много разной теологии разочаровывающей, которые просто вошли в церкви и в общины. Это даже совсем не писание. это не дух мессии. И вот Йоханн он говорит я глаз вопиющего в пустыне. Он говорит это то чего вам не хватало не хватало вам пророчества. Вы стали как будто пустыня. Вы высохли. И вот Господь посылает и дает мне этот голос. И я провозглашаю истину. Нам нужно смотреть вокруг и видеть в чем нуждаются люди. И просить у Господа чтобы он мог использовать нас. Чтобы истина наполняла землю а не ложь. Призвание. В чем призвание нашего поколения. Я хочу пригласить вас встать и чтобы мы могли вместе помолиться. А потом мы унесем свитки Торы. встать встать Продолжение следует...